Как и любую книгу, триптих стоит читать слева направо. И в левой части триптиха мы видим начало истории, сцену знакомства Адама с Евой. Ошеломленному Адаму Еву представляет Бог в образе Иисуса, а вокруг мы видим идиллическую картину животного мира, ну, почти идиллическую. Потому что наряду с обычными и выдуманными, но милыми животными, мы уже видим здесь вкрапление зла. Важно помнить, что в средние века женщина считалась сосудом греха, который постоянно соблазняет невинного мужчину. И боск в этой части намекает нам на начало разложения, как будто само появление Евы открывает доступ в рай миру демонов. Из темного водоема у ног Адама вылезают странные темные существа, которые вступают в противодействие с обитателями рая, и обитатели пока побеждают. Но обратите внимание, здесь мы видим птиц, пожирающих зло, и это будет иметь большие последствия. В пруду плавает демон, который на поверхности выглядит как монашка, читающая книгу, а под водой это рыба, но скрыть длинный утиный клюв ему не удается. Вообще демоны у боска это всегда смесь человека и животных, и скоро мы увидим пугающую трансформацию, поглотившую человечество. Вокруг пруда в верхней части мы видим мирно пасущихся животных и розовый фонтан. Но и здесь уже притаилось зло. В самом центре фонтана сидит почти незаметная сова. Сова в средние века считалась дьявольской сущностью, так как вела ночной образ жизни. И вот в самом центре розового фонтана жизни поселилось зло, и мы видим, что низ фонтана уже посинел, а справа из водоема полезли странные темные животные. То же самое происходит и в верхней части. Тут мы видим птиц, которые поначалу все белые, но потихоньку проходят путь через странное здание и превращаются в огромную стаю черных пернатых. Черные птицы символизируют грех. И мы видим, как орава грехов устремилась из рая в мир, как две капли воды, похожие на тот, что изображен необитаемым на обложке. И сейчас мы увидим, куда направились наши птички. Мы переходим к центральной части и сразу оказываемся на полях разнузданных удовольствий, которым придаются обнаженные мужчины и женщины. Птицы греха уже прилетели и принялись за свою черную работу. Их орудием становятся ягоды, которыми они соблазняют слабовольные души. Ягода символизирует пустые наслаждения. Это плод яркий, сочный и привлекательный, но которым нельзя по-настоящему наесться. И вот мы видим стаю птиц, притаившихся в кустах слева, и среди них первый намек на беду – смертельно посиневших людей, которые уже не могут жить без ягод. Они полностью окрасились в их цвет и жадно тянутся к плодам, которые в клювах держат коварные птицы. То же самое происходит и на основной сцене. Почти все люди здесь заняты поеданием ягод. И почти везде птицы, все еще снующие между людей и приманивающие их сочными плодами. А чтобы у нас не осталось сомнений, Босх дает нам подсказку. Чуть выше мы видим существ, похожих на русалок, которые ловят рыбу на ягоды. Одну они уже поймали и накололи на кукан, а вторая еще только тянется к плоду, привлеченная его сочностью. Иными словами, Босх перед нами раскрывает картину охоты соблазнов на людские души и людскую веру. Я долго искал толкование, потому что ни один из источников не может прийти к твердому заключению, что же символизирует рыба на картинах Босха. Но мне показалось наиболее вероятным, что рыба – это символ Христа. Это известный акроним, образованный из первых букв имени Христа – Ихтис – Иисус Христос, Сын Божий Спаситель, который имеет устоявшийся логотип в виде рыбы. И тогда нам сразу становится понятной сцена словли рыбы на ягоду, обещая удовольствие в обмен на веру. Это объясняет и рыбу, которая незамеченной лежит под ногами у людей, или которую несет человек вот здесь, или люди чуть выше. А еще в третьей части триптиха, описывающей ад, никаких рыб нет. Мне кажется, образом рыбы Босх нам показывает, что добродетель все еще среди этих обнаженных душ, но они отворачиваются от нее, привлеченные сочностью бессмысленных утех. И это понятно, потому что некоторые ягоды настолько большие и соблазнительные, что сопротивляться им очень трудно, и они способны совратить сразу группы людей. А вот люди уже почти полностью поглощенные ягодами. Они стали пленниками своей праздности и вряд ли уже смогут выбраться. Особый интерес вызывает вот эта влюбленная пара, которая ничего не поедает, и находится в этаком стеклянном пузыре, отгородившись от всего мира. И казалось бы, у них все хорошо, но не тут-то было, потому что под ними мы видим человека, полностью поглощенного ягодой соблазном. Может быть это сосед или друг, и из его тела растет отросток, на конце которого тоже ягода, и она уже проникла в сферу к влюбленным, и защитный барьер любви покрылся трещинами. Это аллегория на то, что люди, заразившись грехом, сами становятся его проводниками, толкая своих близких на скользкую дорожку. Отличный образ, не правда ли? И мы тут же замечаем, что птицам больше не нужно творить свое черное дело. Люди уже подхватили эстафету, толкая соседей к пустым утехам, сбивая их с пути истинного. Восх обыгрывает эту тему много раз. Вот женщина, манящая мужчину из своего дома ягоды. Вот пара, уже полностью поглощенная грехом, протягивает ветку с ягодой, на которую жадно набрасывается толпа людей. А еще, посмотрите на людей в группах. Они всегда что-то друг другу нашептывают. Шепот – символ соблазнения, дьявольского обмана. И люди, будучи уже обманутыми, нашептывают слова совращения тем, кто рядом. Человечество безвозвратно заражено греховностью, говорит нам Босх. А в центре композиции – дикий хоровод из людей, скачущих на животных. Искусствоведы часто говорят, что этот круг означает круг зодиака, как намек на астрологию, которую в те времена считали еретической наукой. Но я с этим не согласен. В этом кругу очень много животных, которых нет в созвездиях. И наоборот, нет животных, для которых созвездия всегда были. Мне кажется наиболее вероятным, что это иллюстрация некоего перехода, вакханалия, сращения людей с их животными-позывами, которые и превращают их в демонов. И здесь нам важно упомянуть один важный символический прием Босха. Вещь, перевернутая наоборот, приобретает обратное значение. Кувшин с водой на столе – символ наполненной души и дома, а перевернутый – символ ереси. Воронка – символ врачевания, а перевернутая воронка – символ шарлатанства. Книга в руках у человека – символ просвещения, а на голове – символ лицемерия. Так и здесь, дикий хоровод, идущий против часовой стрелки – это как бесконечный процесс развития вспять, деградации. Души, оседлавшие животных, вскоре сольются с ними, превратившись в демонов, обретая их худшие черты – неуклюжесть, упрямство, твердолобость, агрессивность. И тут тоже ягоды. Они на роге у оленя, как приманка. Их несут сами наездники, ими манят птицы. Но даже здесь, смотрите, рыба все еще с ними. А в центре композиции снова пруд. И это очень любопытно. В центре пруда – группка женщин, над ними вьются белые птицы. Мне кажется, они символизируют неиспорченность. Эти женщины не едят ягод, не ездят на животных. Они окружены соблазнами, но водная гладь пока еще защищает их от безумства, творящегося вокруг. Но беда уже близко. Вот птица протягивает им ягоду, и не все выдерживают. Вот женщина уже вылезает из воды. А вот группа женщин подошла к краю и думает о ягодах. Ягоды у них на головах означают греховные мысли, пока еще не воплотившиеся в настоящий грех. Одна из них уже и завладела ягодой, и собирается ее съесть. Босс показывает нам, что люди, сливаясь в чертовом хороводе разнузданных развлечений, падут не только сами, но и увлекут за собой невинные души. А в самой верхней части мы видим посиневший фонтан. Босс отлично использует цветовое кодирование, и переход в греховность он показывает изменением цвета с розового на темно-синий. И вот у нас в центре уже совершенно синий потрескавшийся фонтан, от которого отходят четыре ики, заражающие окружающее пространство. И в самом его сердце мы видим единственный в этой картине намек на секс. Мужчина протягивает руку к лону женщины, видимо, предлагая ей прелюбодеяние. А справа мы видим задницу. У меня есть предположение, что задница у Босса означает гомосексуальность, и я проиллюстрирую вам это на сценке из адской части триптиха, которой мы с вами скоро перейдем. Эти же синие, то есть уже поддавшиеся греховности задницы, мы видим с вами в сцене с непонятной раковиной, в которую забираются люди. Но вообще пустотелый объект яйцевидной формы символизирует ложную веру или пустую душу. Так, смотрите, тут группа людей, забирающихся в пустое яйцо, означает, что они сбились с пути. Они уперлись в тупик, дальше дороги нет, но они все равно туда лезут. Этот же прием мы увидим и в аду. Но не все яйцевидные формы разбиты на триптихе Босса. На этой части картины есть одно яйцо, которое очень сложно заметить. Вот оно, его несут в руках всадники, и мы могли бы не обратить на него внимания, если бы Босс не поместил его в самый центр композиции. И это нам указывает на огромную важность этого символа. Символа полноты жизни, веры и надежды на искупление, которое есть всегда, пока не наступило время ада. Таким образом, центральная часть нам показывает картину неизбежной чумы, распущенности, если люди поддаются демонам и предаются пустым удовольствиям. Под удовольствиями в форме ягод в те времена понимались почти все удовольствия, за которые мы сейчас платим большие деньги. Вкусная еда, дорогие вещи, известность, секс. И в последней части триптиха мы увидим, какому изобретательному наказанию Босс подвернет каждый из этих грехов. И мы переходим к третьей части триптиха. И эта часть, пожалуй, будет самой интересной и символичной, разбираться в ней будет безумно увлекательно. Босс изобразил на ней инфернальную картину ада, наказания, которое ждет людские души за потыкание своим слабостям. И лучше всего смотреть на нее по частям. Мы начнем сверху. В верхней части мы видим адский пожар, сжигающий дома, темные демонические фигуры и целые воинства монстров, перебегающих от дома к дому в поисках спрятавшихся душ. Это апокалипсис, тот самый, которым церковь всех пугала к 1500 году, и который так и не разразился. Посмотрите, на переднем плане у нас воинство, состоящее из демонов. Возможно, тех самых, которые еще недавно скакали верхом на своих животных страстях. Они же удивительная конструкция, значение которой так и остается до сих пор неразгаданным. Но образ, очень похожий на этот, мы можем видеть в первой, еще почти невинной части триптиха. И я думаю, это не случайно. Я позволю себе предположить, что эти два уха символизируют этакую адскую колесницу, в которой вместо колес уши, так легко поддающиеся шепоту дьявола. Именно они, когда-то ставшие проводником соблазнения, становятся орудием, которое давит грешников. Боск говорит нам, что то, что приносило удовольствие, те самые соблазнительные ягоды в аду превратится в орудие бесконечной боли. И мы увидим этот рефрен и в других частях картины. Спускаемся чуть ниже и видим человека, повешенного на ключе. Ключ – символ полового члена. И это символическое наказание за блуд. То, чем этот человек грешил, теперь мучает его. А вот люди, скользящие по льду на одном единственном коньке. Это тот же самый пруд, что и в двух других частях, только он замерз. Вообще, пруд и вода символизировали любовь и любовные утехи. И смотрите, как все снова переворачивает боск. Застывший пруд любви становится скользкой дорожкой в жуткую прорубь. Обратите внимание, у демона, который скользит мимо, есть два конька, и он может затормозить одним. Но грешники с одним коньком не имеют такой возможности и неизбежно свалятся в ледяную яму. А еще перед нами разворачивается пугающая картина, в которой в пыточные машины превратились музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты символизируют праздность. Музыку слушали в кабаках, на пирушках, а также во время прелюбодеяний, то есть всех тех действий, которые, по мнению босха, развращают человеческую душу. Представляете, каким занудой он был? И вот в аду праздные ягоды музыки превращаются в пыточные инструменты. Вот человек, распятый на арфе, вынужденный вечно страдать от невыносимой боли при вибрации струн. А вот грешник в ужасе, запертый в барабане, на котором оглушительно играет демон. А вот цвирель, торчащая из ада еще одного грешника, он же тащит на себе еще одну огромную неподъемную, на которой снова играет страшный демон. И всем этим дьявольским оркестром боли заправляет монстр, который играет мелодию, записанную на ягодицах грешника. Десять лет назад исследователи смогли воспроизвести мелодию, которая записана на этих ягодицах. И вы слышите ее уже несколько минут. Дам вам пару секунд послушать ее без моей болтовни. Идем дальше. И в нижней левой части видим наказание за азартные игры. Вот человек, пригвожденный к доске, над которым навис демон азарта. Это обозначено у него на спине. Руки человека пригвождены, и он, оставаясь вечно во власти желания сделать ставку, никогда не сможет это осуществить. Мы видим тут карты, кости, нарды, которые были наиболее популярны в средние века. А вот две бронированные собаки, поедающие человека. Что бы это, по-вашему, могло быть? В средние века была поговорка. Две собаки – одна кость. Ее говорили, когда два человека желают одного и того же. И вы, наверное, уже догадались, что это грех зависти, теперь уже вечно пожирающий завистника в аду. А в нижнем правом углу очень символичная сцена. Здесь мы видим свинодемона в одежде монашки, который что-то нашептывает человеку. На коленях у него индульгенция, которую при жизни ему выдала церковь и которая, совершенно очевидно, не сработала. Индульгенции выглядели именно так. Количество печатей означало количество людей, выкупленных из ада. И тут как раз двое, пребывающих в ужасе. И я думаю, что это алчные священнослужители, обреченные на бессмысленную покупку надежды на спасение, которое снова и снова не случится. И нам остаются две самые интересные сцены. Первой мы внимательно рассмотрим птицы демона с котелком на голове, который сидит на троне, засунув ноги в кувшины и пожирает людей. Обратите внимание, из задницы у грешника вылетают черные птицы, явно намекающие на место греха. И я склоняюсь к мысли, что боск здесь снова говорит о гомосексуальности. Мы видим, что это мужчины. Жуткий демон пожирает грешника и испражняется ими в выгребную яму, где уже много таких. А рядом с ямой мы видим грешника, наказанного за жадность, который будет вечно испражняться монетами. Тут же чревоугодник, обреченный бесконечно выблевывать всю съеденную за жизнь пищу. А рядом с ними сидящая утомленная женщина, которая смотрится в зеркало на заднице очередного демона. И вы уже, наверное, догадались, что это грех гордыни, когда гордячка униженно обречена вечно видеть себя в демонической заднице. Ну а в центре всей этой адской кухни причудливое сооружение. То ли дом, то ли выеденное яйцо с головой человека. В истории, к сожалению, не сохранилось изображений самого боска. Но есть его портрет, сделанный через 30 лет после его смерти. И он удивительно похож на лицо человека дома. Существует теория, и она мне кажется наиболее удачной, что этим пассажем боск признает, что и сам он грешен. Видите, тут снова выеденное яйцо, символ ложного пути. Специалисты сходятся во мнении, что бар внутри дома, лодки на ногах и трухлявые ноги деревья символизируют пьянство или нетвердую походку. Но почему тогда серые люди забираются по лестнице? Напишите свои идеи в комментариях. Большинство символов на картинах боска так и остаются загадками. И это еще больше возбуждает умы исследователей. И представляете, какова фантазия человека, который смог продумать каждую деталь, каждую мелочь на столь объемном полотне. И именно поэтому это шедевр. Если вы захотите рассмотреть все в деталях, то в описании я оставлю ссылку на картинку в высоком разрешении. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и не грешите! С вами был Нинашев. Всем пока!